здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева я продолжаю тему императорского воспитательного дома москве но прежде я конечно хочу поблагодарить всех тех кто помог мне собрать на камеру это иван иванович к светлана сергеевна м ольга ивановна к на камеру прям конкретно написали александр владимирович n яна витальевна l на камеру екатерина сергеевна п надежда александровна б роман леонидович м написал благодарю вам на камеру дал очень хороший взнос ольга анатольевна к николай александрович к тоже очень хороший взнос на камеру и благодаря вам всем и плюс вот предыдущим людям кто и моим соратникам кто помог собрать на камеру я в том числе свои со своими деньгами но сама бы я не собрала или бы очень долго бы еще не собирала не смогла собрать поэтому камеру куплю я уже ее выбрала еще не купила но куплю обязательно и в течение месяца испробую надеюсь что все будет нормально поэтому благодарю вас это наше общее дело получается все в дело продолжаю тему императорского воспитательного дома в москве который построил построен при екатерине второй по предложению ивана ивановича бицкова который считается по легенде даже ее отцом вот есть такая легенда что человек немецкой немецкий напомню что московский воспитательный дом был обнесен глухой стеной но об этом мы поговорим я исследовала эту тему был обнесен глухой стеной подъезда китайгородского не было то есть между городом и рекой и вообще никак туда нельзя было проникнуть только как на кораблях на реках ну для того чтобы дети были полностью изолированы от внешнего мира вот такие были условия ну для на наш взгляд это очень странно это уже сразу сразу возникают некие подозрения потому что когда вот что-то такое вот закрывается от внешнего мира это все очень похоже на концлагерь вот как мы это понимаем и так его называли еще чудо островом детского спасения а что у нас там за чудо остров а вот в наше время уже появился некий чудо остров прогремел на весь мир остров ипштейна да мы знаем остров педофилов еще его называли чудо остров детского сиротского приюта московский воспитательный дом в свете сегодняшнего дня все эти чудо острова ипштейнов и чудо остров где чунга чанга с латинского языка переводится как мальчик обезьянка для любовных утех так что энтин наверно был теме или это случайно так у него получилось не буду на этом останавливаться на дзене полно статей с разбором слова чунга чанга и так императорский воспитательный дом называли чудо островом в житейском море страшного и ужасного мира бог как то есть прямо сказано правление и екатерины 2 это ужасный мир конечно он ужасен потому что женщина как чтобы заработать на жизнь могла работать лишь проституткой то пока молода только во служении такой же 19 век все одно и то же об этом месте как подвал и зарядье и хитровки писал гелировский одноклака сверху с ивановской горки в дыму в тумане копошилась шевелилась коричневая масса это про хитровку вторая половина 19 века 1880 годы напоминаю что хитровка она как бы чуть выше находится вот со стороны солянки от воспитательного дома правее а воспитательный дом территориально находится аккурат посередине между зарядием и хитровкой ведь еще при иване грозном кругом были каменные палаты были ремесленные свободы москвичи жили трудились мастерили обувь и одежду пекли хлеб были металлургические промыслы и металлургическая промышленность была еще с ивана третьего был построен металлургический завод на лубянке это я просто так вот слову про лубянку это все рядом это там выше по все было жизнь была налажена и вдруг сироты беспризорные нищие бездомные мы ныряем в конец 18 века когда но когда прям великая развеликая екатерина вот еще и не могу найти примеры величия в чем величие то кремль разрушила царицына разрушила крым взяла а каю столицу скифии сожгла дотла смотрите две серии моих фильмов окая столица скифия херсонес якобы уничтожены в древности стерт с лица земли остались руины зданий после крымской войны не осталось этих руин все под засыпом один титул екатерина второй был владелица херсонеса таврического основала севастополь да ладно жители остатки херсонеса переместились с места погребения города дальше по соседству я уже говорила несколько лет назад своих фильмах о том что рядом со старыми городами городищами образовывались новыми новые это такие как херсонес и севастополь или рязань и старая рязань или великий новгород и новгород городище есть новгород почему люди уходили с тех мест почему они бросали древние поселения возвращаюсь к воспитательному дому очень интересная судьба у этого здания дата постройки части здания как мы помним из первой серии 1764 напоминаю что это же дата постройки основания вернее смольного института на второй корпус не хватило денег воспитательного дома как а как же воспитанники их как содержать если нет денег даже закончить проект на закладной доске были выбиты следующие слова екатерина вторая императрица и самодержится всероссийская для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев а при том и прибежище сирых и неимущих родильниц повелела соорудить сию здания которое заложено 1764 года апреля 21 дня вообще интересное совпадение 21 апреля день рождения гитлера строительство западного каре завершили в 1767 году а детей подкидыши уже приносили как мы помним из первой части главный корпус возвели в 1771 году по 1781 годы а вот восточный построили лишь в двадцатом веке уже при советской власти а детей уже приносили то есть корпус еще не построен не сдан в эксплуатацию а детей подкидыши уже приносит я вообще не знаю что у них за судьба была скорее всего никакой судьбы содержание приюта планировалось исключительно из меценатских пожертвований о на эту тему у меня есть еще исследование ах какие благодетели да что это в нашем капитализме можно найти таких благодетелей где которые будут отдавать свои потом и кровью нажитые на сирот и бездомных рожениц ага сейчас нет такого преступления как говорил карл маркс на который не пойдет капитал ради прибыли все ради прибыли у капиталистов нет никаких благодетелей среди тех кто поклоняется золотому тельцу это все сказки это ложь никакого благородства у них нет это ложь показуха если только не выгода никто из этих хищников людоедов не станет никого не спасать не содержать а выгода то была да еще какая что мне удалось узнать воспитательный дом вел торговлю чем прямо у берега как мы помним не было городского проезда но была пристань как удобно что там грузили выгружали чем торговал воспитательный дом каким товаром еще раз покажу фото пристани во второй половине 19 века она была она есть и сегодня сегодня там останавливаются прогулочные катерки а еще со стороны солянки на территории воспитательного дома был построен опекунский совет который давал суды под проценты и вел биржевые дела так например чичиков ну вспомните мертвые души гоголя хотел заложить здесь своих мертвых душ а пушкин заложил имение болдино да тут бизнес шоу полным ходом что еще нашла через пару десятков лет концу 18 начала 19 века жители смогли вернуть китай городский проезд а также в 1795 по 1799 замостили набережную а в 1801 гранитную отмазку сделали получается так сейчас ее нет но это все должно было быть под засыпом грунта глины слоев метров 3 это не зина и на старых фотографиях река выглядит как бы засыпанный мелководный иду по москворецкой набережной вдоль ограды воспитательного дома большое большое расстояние а вот это архитектурное небольшое строение который стоит у ограды их всего здесь четыре воспитательного дома это было именно приемники для грудных детей сюда можно было прийти любой роженицы матери вообще привести ребенка и просто здесь оставить и их сидело четыре только представьте четыре человека сидела вот в таких вот это уже девятнадцатый век в таких приемниках и принимали детей бесхозных ненужных вот такое было время сегодня это представить невозможно хотя сегодня тоже очень сложное время но все-таки не настолько страшное как она была конце 18 в девятнадцатом веке давайте рассмотрим несколько фотографий вот эта фотография воспитательного дома но это уже конец девятнадцатого века уже здесь набережная уже москва-река наполнилась или очистилась пока еще есть пока еще есть глухая стена и нет еще китай-городского проезда потому что вот она башня китай-города и вот она стена которая по всей видимости прям вот но упирается здесь не видно проезда хотя он должен быть потому что если это фотографии то фотографии до конца девятнадцатого века а нам официальная история говорит что уже в начале девятнадцатого века здесь был проложен проезд но вот на фото мы его не видим возможно может быть на каких-то других фото им есть видите сколько странностей на это фото это более позднее фото здесь есть довольно широкий проезд китай-городский вот она стена китай-городская вот заряди кусочек заряди как он есть и китай-городский проезд и здесь тоже все застроено и вот она территории воспитательного дома вот это пока есть только одно каре то есть второй корпус не построен здесь у нас пристань это тоже все вот по этим деревьям мы судим видимо в одно время примерно делались эти фото но какая-то уж она очень потрепанная это набережная такое ощущение что это не новая набережная еще одно фото глухая стена воспитательного дома вот там китай-городская стена там китай-городский проезд вот она набережная вот так вдоль воспитательного дома все глухо-глухо застроено но вообще-то здесь должна была проходить стена белого города вот так вот она шла туалет уже на этой стене белого города построена использовали ее потому что зачем ломать эту белокаменную стену такую крепкую 4 метра толщиной когда можно было ее использовать и на ней построить вот эти помещения она как раз глухо все закроет хотя ну мы сейчас посмотрим не буду я сбегать вперед все в свое время вот это нам говорят что это большой москворецкий мост вот он воспитательный дом а это большой москворецкий мост а это раушская набережная туда идет вот фотография интересная но более живая что ли более настоящая и сверху это уже наверное начало двадцатого века она один корпус каре воспитательного дома вот они все сохранились эти постройки глухие пока еще глухие потому что впоследствии сделают просто прозрачную чугунную решетку есть она и сейчас но не та самая просто решетка китай городской стена зубцы набережную делают но такое еще не посмотрите какая она как она выглядит все это такое как будто после большого потопа мокрого и река сама очень и река сама какая-то тоже очень запущенная что ли вот пристынь ну лети по пристыне у напротив как раз воспитательного дома но это советские времена не ощущение что ее откопали эту набережную потому что она выглядит такой очень потрепанной хотя она должна быть только только свеженькой новенькой но ровно как и крыша вот этого воспитательного дома главного корпуса потому что это уже ну не так много времени прошло когда стали разгребать вот вот большая глухая вот то что были глухие здания стояли вот уже виднеется решетка прозрачная решетка чугунная вот это фото советских времен когда построили каре это сталинский проект он повторил этот проект то есть завершили его в советское время это должно было быть каре для девочек вот это каре для мальчиков но здесь тоже воспитывались девочки ну как воспитывались я не знаю воспитанием можно ли это назвать воспитанием вот советского времени фотография здесь с другого ракурса есть еще китай городская стена ты не башни стоят вот китай городский проезд набережная москворецкий мост там у нас кремлю ивановская колокольня кремль спаская башня и вот отсюда видно вот это каре для мальчиков вот такие-то глухие дворы были все здания эти были на старых фотографиях и здесь вот сделали свободное такое свободное пространство но это не так все было здесь еще кое-что было я скажу об этом чуть позже вот уже свободная решетка которая в общем то есть и сейчас ну та же самая ну наверное та же самая да вот где то вот вот таким образом это должно было выглядеть сейчас это все закрыто его реставрируют или что там с ним делают неизвестно очень жаль что не успели вот не успела заснять когда он был не в лесах и не в сетке зеленый вот так он выглядел вот какая-то запущенная река посмотрите воспитательный дом это с другой стороны она вот выглядит как будто она мелководная как будто здесь катастрофа прошла но она вот она проглядывается это видно по берегам это большой Устинский мост рассмотрим еще одну фотографию со стороны Раушской набережной сравнение современной видно что на старом фото все-все засыпано обмелено и прибито вот как бы к набережной набережная я предполагаю была это старая набережная которую вот очищали частично вот она вся такая то есть здесь практически не судоходная река вот к примеру такой первый считается печатный план иностранца Сигизмунда Герберштейна ну его в общем-то особо так за настоящую карту не считают потому что масштабы произвольные это как бы Кремль может быть это вообще подделка но вот тем не менее здесь уже уже не стыковка с официальной историей потому что вот она Кремлевская стена и она густо застроена домами и на противоположной стороне Москва реки или как это если развернуть перевернуть потому что ориентир север-юг был совсем иным где-то отличался на 45 градусов от сегодняшнего в любом случае за речи за москворечь оно тоже все сплошь застроено домами то есть сплошь сплошь но естественно это более условное вот они так в ряды стоят поэтому на этот план как бы особо не ссылаются мы сейчас разберем два других плана на которые ссылаются экскурсоводы это Петров чертеж и это еще один Сигизмундов план уже 1611 так ну прежде прежде вот мне попался у меня в папках карта Шуберта 1860 год воспитательный дом и вот он вот это вся территория вот это у нас Китайгородская стена идет здесь вот у нас Кремль вот это Китайгородская стена и здесь вот она пунктиром как бы вот стена воспитательного дома вот это у нас Солянка улица Солянка вот так проходит часть только построена карой воспитательного дома главный корпус второго корпуса нет я хочу обратить ваше внимание на то как обозначена река здесь набережная она как будто бы неровная ее как будто бы нет и сама река вот она запружена такая она как будто засыпанная или мелководная вот и здесь она тоже такая вся непонятная то есть это не изображение реки это непонятно что или она вся вот в песке в глине засыпанная эта река конечно сто процентом датировкам подобных рисунков якобы карт верить нельзя но мы все сравниваем сопоставляем она по крайней мере датирована 1860 годом а по моей версии это как раз та самая дата когда и произошел глиняный засып москвы и других городов россии а вот такая карта ну сейчас можно ее найти в интернете вот таким образом нам рисуют 16 начало 17 века это место ее показывают экскурсоводы и сейчас вот она как бы официальной историей считается потому что экскурсоводы опираясь на нее рассказывают нам что здесь вот за китай городом вот китай городская стена вот у нас кремль мы уже узнаем во первых разворот у нас современный то есть современные карты сняты и ориентация север и юг у нас здесь именно современная а не 16 века потому что она отличается она 45 градусов от петрового чертежа и вот такая карта и здесь нам говорят что здесь паслись коровы луга вот она китай городская стена здесь уже дальше было глухое Подмосковье и был Васильевский луг и вот он был вот он здесь обозначен Васильевский луг однако здесь все равно у них есть прокол потому что они наверное не подумали и мы видим что стена белого города вот они ее показывают вот эта стена белого города я узкие ворота они показывают вот сюда солянка выходит она сюда идет эта стена города и идет как бы по набережной вот где вот здесь находится у нас воспитательный дом Идёт по набережной, по набережной. Здесь вот река, которая была в канале, а потом она куда-то делась. Скорее всего, она в трубу заложена, или она после засыпа, или до этого. То есть она исчезла у нас. Это Китай-городский проезд. Здесь был канал, это абсолютно точно. И они показывают чётко, как она входит в стену Китай-города. Китай-городскую стену. И дальше вот этот живой мост, который потом стал Москворецким мостом. Вот здесь вот у нас каменный мост. На тот момент Москворецкий мост, вот он только такой. Ещё не, скажем, не каменный мост. И Устинского моста тоже здесь нет. И Васильевский лук нам показывает, что здесь нет ничего не застроено. Даже это вот 17 век. Ещё нам состряпали одну карту, якобы 17 века. Ну, это, естественно, всё это современное, хотя она сделана вот в том стиле. Ну, и даже здесь, на этой современной карте, нарисовано очень густо застроенный город. То есть вот таким образом он выглядит, если даже не всё, не все здания, которые на самом деле упоминаются у историков, у того же Забилина, Ивана Забилина, или у Сытина, потому что что-то уже было снесено при Романовых. Что-то строилось, что-то сносилось. Сносилось очень много, особенно при Петре и при Екатерине. Ну, Екатерина вообще его взорвала. Это вот как бы до них. Вот густо-густо застроено. Но то, что это современное, это говорит о том, что они уже поналяпали вот этих вот... Они сделали современную стену, хотя это новодел. Она должна была выглядеть как-то иначе. Может быть, она была действительно из белого камня, вся стена. Потому что, я говорю, Екатерина, она разбомбила Кремль. А потом его ещё взрывал Наполеон. Соответственно, она так уже выглядеть не могла. Вот так вот, как они сейчас показывают, прямо вот с таким же холмом, который есть сейчас. То есть это современный холм, который остался от засыпа. И вот они его так же нарисовали, как и вот здесь вот уже эти под засып, они так же их нарисовали. То есть это современная подделка. Ну, смотрится интересно, красиво. Вот Петров Плам знаменитый, его показывают экскурсоводы. Посмотрите разворот его, ориентация на северо-юг. Вот как раз если мы возьмём отношение угла, то здесь где-то примерно чуть меньше 45 градусов. Вот так он, наверное, чуть меньше. Ну, где-то градусов 40. Вот разворот был. А Си был разворот другой. Сейчас они его развернули на современный лад. И опять-таки давайте смотрим. Вот у нас Кремль. Вот у нас Китай-город. Стена идёт сплошная. Вот он, Белый город. Стена Белого города. И земляной город сюда у нас попадает. Вот она, стена Белого города. И что мы видим на месте Васильевского луга? Мы видим густо застроенный район. Это 1597. Вот я его сделала крупнее. Густо застроенный район. Никакого Васильевского луга здесь мы не наблюдаем. А нам его рисуют. Возможно, он образовался после какого-то катаклизма, когда говорят, что здесь были болота сплошные, и здесь был плохой воздух, и всё здесь было, хлюпало и хлопало. Но, в общем-то, мы понимаем, что, по всей видимости, как вот альтернатива мы считаем, что прошло две больших катастрофы, и прошли они после времени смуты, то есть после поляков, после Бориса Годунова, после 1612 года, после вот этой войны с поляками. И одна из них произошла в XIX веке. Вот такая у нас ориентация. Мы расходимся по датам XIX века. Кунгуров считает, что это 1841. Я считаю, что это 1860-й именно засып. Не сама катастрофа, а именно тогда, когда город засыпали как дезактивацию глины. Потому что многие приходят вот впервые, и не зная всего материала, а он огромен, в разных фильмах это всё говорится, конечно, пересмотреть всё это невозможно одному человеку. Но вот приходится повторять, что я говорила в фильме «Климат изменился». Такой версии вы ещё не слышали. О том, что глины засыпали города после ядерной войны. А это говорил Кунгуров, это его версия в Ютубе. Я её как бы подхватила вот с 2015 года. Вот я вторая была, кто делал в Ютубе фильмы после Алексея Кунгурова. Он открыл огромные пласты информации. И вот он показал нам про эту ядерную войну. И 19 век, огромное количество воронок. И вот здесь вот оно тоже у нас даже сравнивая планы, мы понимаем, что здесь район, город сильно застроен, густо, никакого луга здесь не предвидится, никаких коров, потому что это уже город, это стена белого города. То есть и далее, и далее тут нет такого, прямо уж такого Подмосковья. Да, может быть, участки тут вот прорисованы, но, по крайней мере, здесь, здесь, ну, могли бы стереть, что ли, подрисовать, я не знаю, но подсказывать не буду. Они и так портят и все карты, подрисовывают и подшнуровывают, убирают, всё, что можно, прячут. Ну, вот такая пока она вот попалась. И здесь мы видим, Васильевского луга нет. Хотя экскурсоводы говорят, что он здесь был в 17 веке, но мы видим, что его нет, что здесь есть город. То есть они врут. Либо этот Васильевский луг появился после катастрофы, и это засыпанная территория, казалось, на которой было всё застроено. И в завершение второй части фильма по воспитательному дому, потому что, ну, опять получается, где-то полчаса, я не уложилась со всей информацией, у меня будет продолжение. Давайте посмотрим Сигизмундов план 1610 года, начало 17 века и до вот этой так называемой Польской войны, или чем она там была. Очень тоже странная война. И вот мы смотрим, вот оно место. То есть, опять-таки, у нас разворот вот такой, то есть неправильный. У нас река должна быть вот здесь, вот в горизонтали лежать. Здесь вообще там на 90 градусов развернули его. Вот у нас Китай-Городская стена, вот у нас Кремль, Красная площадь. То есть это такой план 3D. Все как рисовали, тоже здорово, да? Вот у нас стена Белого города идёт, Москва-река, стена Белого города. И вот сюда у нас, здесь у нас место, как раз для, вот место воспитательного дома. Давайте его посмотрим покрупнее, я сделала. Вот это место. Вот он, где Васильевский луг, где пасутся коровы. Ну и что мы здесь видим? Мы видим каменные стены, мы видим ворота одни, которые вот Китай-Городский проезд. Вот ещё здесь ворота Китай-Городские. И мы видим густо застроенный квартал. Вот у нас Солянка. Солянка идёт сюда. Сюда идёт современная улица Забелина на Ивановскую горку. И густо застроенный квартал. Никакого Васильевского луга, никаких коров, лугов и плохого климата, потому что здесь болото, комары и вообще тут ужасно. И из-за этого мрут у нас воспитанники, как мы помним по первой части, потому что климат плохой, потому что здесь всё хлюпает, здесь такое болото, Васильевский луг и вообще тут всё заливает. Мы видим совершенно город, город. И город ещё, он закрыт стеной. Поэтому никаких заливов здесь быть не должно, потому что стена глубокая, с глубоким фундаментом, белокаменная стена, она плотно закрывает город от всяких каких-то вот таких вот разливов, наводнений. Даже в этом смысле. Причём вот эта толщина стены, она четырёхметровая, как мы знаем, сегодня её откопали. И она четырёхметровая. Кусочек, кусочек. У меня тоже есть фильм «По белому городу», где я застала ещё вот этот раскоп в том самом виде, каким он был. Сейчас он уже совершенно иначе выглядит. Приглаженный, прилизанный. Сделали кусочек вот где-то от чистых прудов вот этого местечка. Здесь на карте оно у меня не показано. Так вот, ещё одно доказательство, что нам сегодня врут, или вернее, как говорят правду, но не всё. Возможно, Васильевский луг и появился, но до Васильевского луга здесь был обжитой, жилой, старый, старинный квартал, как и, в общем-то, в Китай-городе, как и в Кремле. И весь город густо-густо-густо застроен. Никакого здесь в Подмосковье близко нет. Это серьёзный, серьёзный большой город. Со второй частью пока всё. Благодарю за внимание. Благодарю за поддержку канала, за репосты, за комментарии интересные, а также за финансовую поддержку. Благодарю, благодарю, благодарю. Всех вам благ. Постараюсь очень сильно не задерживать. С третьей части, но я готовлюсь к экскурсиям. На третье число всё набрано. А вот на 10-е и на 17-е посмотрим, как ситуация будет в Москве. Ну, в общем-то, будем проводить. Даже без кафе. Просто вот на типа каком-нибудь Васильевском лугу посидим вместе с коровками, отдохнём, попьём молочка. Всего доброго. До свидания. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ.